теперь вы знаете каким образом люди продвигают свои сайты знаете что вы вебмастер и есть так называемые оптимизаторы которые и занимаются продвижением но вы ведь тоже какой-то степени оптимизатор и вам нужно продвигать свой сайт поэтому следующие несколько уроков будут именно об этом ну и начнем мы с прошлого урока до со статейного продвижения для того чтобы продвигать свой сайт надо а написать статью б внедрить в нее ссылку на тот запрос на вернее ссылку на страницу с необходимой информацией в сделать эту ссылку не простой а золотой то есть чтобы она содержала в себе тот самый ключевой запрос который для вас является самым важным и который приведет множество множество потенциальных клиентов на ваш сайт и как бы вот такое дело до сделать эту статью и г разместить эту статью на другом сайте причем желательно на сайте не на абсолютно любом а именно на тематическом сайте который сходен по тематике с вашим ресурсом ну все на схеме все очень просто на деле все еще проще сайт который занимается на котором расположены и так называемые копирайтеры это сайт copy lancer точка ру заходим по вот этой ссылочке и вот он наш copy lancer а я уже зашел то есть вот как оно все выглядит нажимаем регистрация регистрируем нового пользователя имя латиницей email пароль повторяем пароль код на картинке тип тип зависимости от того кого выберете у вас будет различный функционал если вы хотите зарабатывать если вы кстати журналист и не прочь заработать на написании статей то выбираете исполнитель нас же интересует как бы мастеров тип заказчик после того как мы регистрируемся доставим галочку согласен с правилами зарегистрироваемся и после этого вот я захожу в свой кабинет очень хороший ресурс есть же также такой же ресурс и у мира линкса свой называется мира текст вот в общем это биржа копирайтеров так называемая но это бирже мне понравилось больше гораздо других во первых естественно из-за дешевизны девишь дешевизна как-никак всегда привлекает особенно славян во вторых чем он понравился он очень интуитивный понятный и здесь все происходит ну по нажатию одной кнопочки просто с другими ресурсами там все сложнее там как-то интерфейс был сложнее третье мне очень нравится здесь техподдержка ребята на высоте то есть они и с праздниками поздравляют и постоянно куда-то твое лицо норовят выпихнуть для рекламы что ты их не заказчик постоянный ну в целом как бы интересный ресурс вот поэтому от чистого сердца так что здесь интересно я кстати расскажу сразу и про для этих для журналистов а вдруг меня сейчас какие-то люди смотрят которые хотят заняться именно копирайтингом потому или поэтому немножко и об этом расскажу так ну начнем с далека до начнем с биржи контента допустим здесь внизу у вас здесь все очень хорошо прописано ну вы мы выбираем добавить заказ выбираем добавить заказ первое надо выбрать ожидаемое качество нашей статьи здесь рассказывается в чем разница я выбираю основном базовая сейчас но первый этап когда у меня были проблемы в свое время с уникальностью контента на сайте и сейчас мне важно довольно в кроткие сжатые сроки хотя бы напал наполнить сайт ну техническим уникальным текстом это не нельзя на этом останавливаться со временем естественно постепенно нужно внедрять и действительно крутые статьи но на крутые статьи у меня и собственных как бы там идеи хватает да пускай они не очень допустим профессионально с точки зрения грамматики может быть написаны но в целом они именно вот от души и от себя а ну в данном случае в данном случае мы говорим про вот именно такой текст технически грамотный для поисковика мы сейчас работаем для поисковика выбираем базовое здесь тип rewrite или copyright в двух словах в чем разница я уже рассказывал copyright это когда вы с нуля пишите новость полностью уникальную полностью новую ну и вот так вот там написано статья на задную тему пишется с нуля rewrite это когда вы берете готовую чью-то новость и ее переписываете либо ну то есть там допустим какая-то новость до пингвины приплыли в африку вот что-то такое да и на каком-то всемирном в бисе есть там новость к примеру вы берете эту новость указывайте rewrite ну что мы выберем давайте с копирайта начнем до нажимаем copyright папки не нужны указываем заголовок прежде всего указываем заголовок здесь его надо придумать самостоятельно далее выбираем тематику в зависимости от тематики если тематику допустим выбираете там примеру здоровье то она попадает в определенную тематику а копирайтеры которые специализируются на определенных тематиках лучше они будут попадают ну смотреть искать себе заказы именно в этой в этой папке в этом разделе метатеги это естественно обязательно обязательно почему если мы заказываем статьи именно для продвижения своего сайта то мы продвигаем какой-то ключевой запрос вы уже видели допустим я продвигаю запрос cinema 4d уроки выбираю галочку метатеги ключ cinema 4d уроки адрес адрес указываю именно тот на которую я хочу чтобы человек попадал по клику на эту статью ну на эту ссылочку так где у нас уроки cinema 4d вот эта страница ее вставляю в адрес вхождение одно чем больше вхождение тем меньше веса ссылочного веса на одну ссылку соответственно я больше одного вхождения в статью не добавляю ну кто-то делает по две-три статьи по две-три ссылки и это обычно две-три различных ссылки различных ключевых запросов которые человек сразу комплексно продвигает вот кстати этот запрос уже довольно неплохо продвинулся по сравнению с тем как он начинался там 2 месяца назад вот сейчас например если забить cinema 4d уроки вот как видите запрос находится на третьем месте youtube не считается в начале это и google продвигает свое вот а уже именно идут обычные запросы что еще интереснее это то что нету рекламы гугловской потому что обычно через продвижение через google adwords здесь бы должна была в идеале появится реклама кстати это замечательная идея надо об этом будет подумать и разместить по этому ключевому запросу рекламу google adwords и люди которые будут забивать этот ключевой запрос здесь будет появляться реклама какая-то красивая но не графическая а текстовая и на мой сайт ведущие таким образом за деньги дополнительные клиенты хорошо так вот вот ключевой запрос мы написали описание о чем должен быть текст ну если мы выбрали что копирайт да то мы пишем здоровье тематика о том как полезно развивать мышление или развивать фантазию моделированием вот такой интересной программе до количество символов здесь указывается да и в описании обязательно требования пишите требования это значит что стопроцентную уникальность ну это глупо конечно копирайт да потому что копирайт по любому должен быть стопроцентной не иначе быть не может если вы проверяете написанную статью оказывается что 90 процентов уникальности это значит что где-то уже кто-то эту статью с кому не сделал поэтому нехорошо в рирайте обязательно указывайте что уникальность текста не ниже 90 процентов потому что находятся и те люди которые дают вам 60 процентов говорят ну вот половина текста уже уникально то есть наслаждайся дружище тем что тебе дали но это не абсолютно неправильно рирайт вы имеете право требовать сто процентов я и как бы и 90 процентами не брезгую вот то есть написали это в описании количество символов в готовой статье это все зависит от того что вы хотите куда вы хотите статью если вы готовите эту статью допустим под заказ в в бар текс или в мира links то там у вас идут определенные требования например в мира links и статью меньше чем на 2000 символов не опубликует а в бар тексе там 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 кажется по объему тысячи символов или сколько ну сам факт что 500 символов это не статья статья должна быть минимум от 1000 символов соответственно вы можете составить диапазон допустим от 2000 до до 2100 и человек который работает уже знают что ему нужно написать на этот диапазон естественно программа высчитывает сколько букв он написал и соответственно из этого строит уже готовую цену например человек там берет 27 22 рубля примерно за 1000 знаков соответственно статья обойдется примерно в 44 рубля срок выполнения обычно здесь ставится 48 часов подобрать изображение бесполезная фича ну то есть он еще и будет искать вам графику свободную из интернета проверить статью корректором люди будут проверять на грамматику исходя из 10 рублей за тысячу символов то есть если лень самостоятельно проверять тогда пишите это ставите эту галочку так ну описание не написал название статьи допустим я сейчас сразу же эту статью удалю на его просто покажу как дальше и активировать ими 4d полезно для вашей фантазии хорошо все нажимаем активация да можно сразу сохранить в черновик и потом уже работать с этим материалом а можно уже сразу же активировать вот он мне говорит что я описание не записал написать уникальную статью для сайта 3d studio точка ру человек обязательно зайдет на мой сайт и обязательно посмотрит в каком стиле о чем вообще этот сайт я надеюсь активация выберите способ активации заказа на тендер отправить актеру смотрите какая интересная система чем копилансер выгодно выделяется среди других копилансер представляет из себя такой пруд где много плавает копил копирайтеров и все они ну делятся на разные группы есть копирайтеры прохаванные опытные которые берут много денег за свои статьи есть копирайтеры попроще есть копирайтеры которые только начали свою работу и учатся всему этому и администрация сделала такую интересную систему что во первых для того чтобы получать начале хоть какие-то заказы да тебе не обязательно ну самому сидеть и ждать пока этот заказ к тебе придет они сделали специальное место так называемый тендер да и в этом месте мы указываем что мы отправляем заказ на аукцион на тендер и здесь мы говорим что это будет минимальная цена минимальная цена это стартовая цена 20 рублей ну 22 если 21 если быть точным да вот и нам говорится что полная статья будет стоить 42 рубля вы отправляете течение буквально часа приходит письмо о том что такой-то человек взял статью на заказ все и он течение двух суток вам эту статью напишет обычно пишут в течение суток далее очень важный процесс вы смотрите на написанную статью оцениваете ее человек эту оценку не получает он ее не видит но вы оцениваете и это все уходит в специальную систему и более того если вам понравилось как написано статья этим человеком вы можете добавить его в избранное и что хорошо что таким образом вы можете набрать там допустим два десятка авторов которые вам именно нравится своим стилем написания которым вы доверяете и потом уже из этих авторов вы можете отправлять статью на тендер из избранных людей и таким образом во первых вы получаете уже статьи только из тех авторов которые вам нравятся вот во вторых вы делаете так минимальный ну по их нему как бы по их не оценки по минимальной стоимости вот и все в результате оказываются довольны то есть если я сейчас нажму открыть тендер то у меня с судей с этого счета снимется 44 рубля они не снимутся потому что у меня сейчас нету у меня есть только 31 рубль вот и человек вот таким образом это все работает потом уж какие здесь есть минусы какие здесь есть плюсы если вы копирайтер вот у меня была девочка знакомая она сказала что она хочет работать копирайтером хочет попробовать я тогда эту систему ей предложил ее жутко смутили цены ну как это 20 рублей то есть на гривну да это 5 гривен за тысячу символов это же копейки вообще но копейки не копейки а суть в том что здесь есть несколько способов заработка тендер это именно я вообще считаю что тендер это возможность показать себя и выделиться стать как бы попасть в список к людям в избранное после того как попадаете в список в избранное там уже совсем другие цены так что это нужно понимать начинающим копирайтером вот с и рай там то же самое ну и здесь все остальное это просто разница в качестве то есть если хотите художественный текст то выбираете высшее тут обратите внимание какая цена попадает это уже в ту самую нишу избранных копирайтеров которые плавают на самом верху это как бы вам для справки еще одно наполнение сайтов интересная функция немножко недоработанное мне кажется почему недоработанное потому что потому что суть в том что вы создаете заказ у вас есть сайт и вы хотите чтобы раз в три дня на нем появлялась новая новость по сути благодаря встроенному функционалу человек пишет вам но новости вот и вы получаете их специальный rss feed то есть вы раз в три дня можно фактически сделать чтобы автоматически на вашем сайте раз три дня появлялась новость написанная вот допустим вашим доверенным копирайтером минусы и я не знаю почему я должен платить столько денег за то чтобы ну все это было стабильно я точно также могу наперед допустим на за один-два дня заказывать эту новость вручную в бирже контента и размещать ее вручную но это я делаю вручную это как я работаю а если вы хотите полностью автоматизировать процесс вы немножко переплачиваете но пользуетесь этой функции соответственно кому то это может быть интересно ну я надеюсь что да когда приходит заказ здесь идем в биржу контентов здесь будет у вас где она будет кстати а ожидают подтверждения будет здесь папочка вкладочка нажимаете ее выбираете разместить статью или подтвердить статью кажется вот и там фактически как я уже говорил копируете этот текст потом его добавляете ваш проверку текста на уникальность контент watch то есть заходите тут кстати зарегистрироваться надо потому что без регистрации вы не сможете проверять закидываете текст проверяете сто процентов если копирайт отлично забираем статью платим деньги 90 процентов тире сто процентов если rewrite ну вот для меня да отлично отдаем деньги забираем статью таким образом вы фактически можете обзавестись огромным количеством людей которые работают для вашего сайта при этом все довольны и ваш сайт постоянно пополняется уникальным контентом вот но и не забывайте естественно про то что кроме этих копирайтеров еще кроме новых каких-то новостей да еще нужно писать личные статьи которые действительно будут именно той самой изюминкой на вашем проекте ради которого читатели будут вас любить ну на этой веселой ноте давайте перейдем следующий урок